Здравствуйте, дорогие друзья! У нас, как всегда, прямой эфир и у нас в гостях. Михаил Ильич Харин, привет, спасибо, что пришел. Как дела? Как прошла неделя? Отлично все. Все замечательно. Ну да, у нас тоже тут все, как говорится, бегает и прыгает, носится. А мы можем обсудить, мы можем обсудить. Дело в том, что у вас там Вэнс, кандидат вице-президента, произнес очень занимательную речь. Он фактически рассказал о программе, с которой Трампом пойдут. Уже все поняли, что делами будет заниматься Вэнс. А договариваться Трамп? А договариваться Трамп, да. Но при этом, поскольку Трамп делец, то он будет сделки делать. А вот что дальше, это как бы аппарат. Вот Вэнс будет таким... Это как в бригаде, а всех прикрывать буду я. Исполнительным директором. Кстати, это идеальная совершенно конструкция, потому что предыдущий вице-президент у Трампа был, прямо скажем, не ахти. Пенс. А еще и предатель. Ну, это неважно совершенно. Он не предатель, Стив, ты понимаешь? Дело в том, что он действовал в соответствии со стандартом, с мейнстримом. А Трамп действовал вне мейнстрима. Поэтому с точки зрения Трампа он, конечно, предатель. Но с точки зрения мейнстрима это... Трамп от него требовал вещей, ну, неправильных. Да, то есть этого и нельзя. А тут ситуация совершенно другая. Тут, значит, все куда более весело. Вот. Я склонен считать, что картина такая. Значит, она такая, конечно, она такая увлекательная. Да, просто я бы сказал, очень смешная. Значит, что они фактически сказали? Первое. В экономической части они полностью приняли ту программу, которую я изложил в Черне в 2014 году. Да. В Дейтоне штат Ахайя на Дартмутской конференции, а, так сказать, вот в приложении к современности, там, два с небольшим года тому назад. Линия это следующая. Надо плюнуть на Западную Европу. Надо плюнуть на Ближний Восток. Потому что там нету игроков, которые могут сегодня помешать Соединенным Штатам. Их просто нету физически. Единственная опасность, которая есть, это то, что на Ближнем Востоке арабы истребят Израиль. Но тут, я думаю, что Трамп попытается договориться с Ираном, который очень заинтересован в том, чтобы Израиль остался. Потому что арабов перцы не любят. Кстати, вчера-вчера прилетел этот истребитель из Ликенштейна и уничтожили порт у хасидов. Наконец-то кто-то дал им уже по ушам. Слушай, ну ты знаешь, это вещь совершенно невозможная. Потому что они как бы перебуют тапки и побегут дальше. Поэтому это все уже легенда о динозаврах. Кто кого попал, кто куда еще чего-то. Мы этого никогда не узнаем. И узнать это в принципе невозможно. Потому что количество искаженной информации такое, что ни в сказке сказать, ни вслух произнести. Поэтому я тут даже это обсуждать не буду. Кто там по кому вдарил. Вот то, что хасиды, соответственно, свой беспилотник Тель-Авива. Поэтому они получили сейчас назад. Это важно. Ты пойми. Хусидов нету ПВО. Но там то, что у них реально есть, оно спрятано где-то в горах. И никто не знает где. Ну бог с ним. Ладно, мы сейчас... Окей, пошли дальше. Про Америку. Значит, очень важная вещь. Что ключевая вещь надо отжать у Китая рынки Юго-Восточной Азии. Кстати, тогда, два с лишним года тому назад, я говорил о том, что самый крайний срок для этого, это лето 24-го года. Обратите внимание, пока... Причем эту программу принял не только Трамп, но и то, что называется, глубинное государство. Потому что это единственная на сегодня разумная программа. Еще в 2014 году можно было спорить. А в два с половиной года тому назад, ну как бы еще какие-то иллюзии были. Сейчас уже нету ни иллюзий, ни спорить. Все уже все поняли. Вот. И в этой ситуации у тебя, соответственно, основная задача, да, дать по мозгам Британии, чтобы она не ставила палки в колец. И, соответственно, в Западной Европе стравить Британию с Ватиканом для того, чтобы они друг другу мешали там, значит, пакостить. В Восточной Европе все понятно. Ее нужно отдать России. Отдать это не значит, соответственно, сказать, ставьте там свои оккупационные войска. Отдать это значит, что за порядком будет отвечать Россия арбитром. А уж что там будет, даже ежу понятно, что ни в Венгрии, ни в Словакии российских войск не будет. Потому что это не нужно. Вот. А что касается Польши, то тут возможны варианты вообще, какая будет конфигурация польских границ через 10 лет, это науке неизвестно. Вот. И, кстати, не только польские. Вот. Значит, вот это вот линия внешняя. Линия внутренняя тоже понятна. Да. Всю эту ЛГБ тятину и все остальное будут... Это поэтому, когда ты говоришь «голубинное государство», а мне почему-то сказать «голубинное государство». Но оно не голубинное. К сожалению, оно не голубинное. Хотя, ты знаешь, я тут видел в Ютубе замечательную совершенно картинку, как ястреб залетел в курятник. И что с ним сделал петух, который, значит, этих кур окормляет. Вот. Он его зажал в угол и очень сильно поклевал. И тот с трудом удрал. Вообще говоря, птицы, они... Ты знаешь, да? Для меня это было откровением в свое время. Лебедь ударом крыла может сломать человеку руку. Вау. Это к вопросу о птичках, да? Казалось бы. Так, давай о нашей голубятни. О нашей голубятни. Ну вот. Значит, то есть, иными словами, произошла замечательная история. Четко сказана позиция. Эта позиция, скорее всего, одобрена. Кстати, тут очень интересная штука. Был же этот вот знаменитый компьютерный обвал, из-за которого там самолетики... Кстати, у вас в России не было его почему-то? В России не было. Не только в России, в Японии не было, еще где-то не было. Значит, у меня гипотеза такая. Ну, в России свои антивирусы. У меня гипотеза такая. Значит, поскольку сейчас стал вопрос о том, о новом поколении демократической партии. И ты понимаешь, это вопрос уже не о том, что будет в ноябре. Это вопрос о том, что будет в ближайшие 30 лет. То есть, иными словами, решается вопрос о власти. И там серьезные люди решают эти вопросы. Я подозреваю, что всякие там Билл и Гейтс и прочие решили в этом деле поучаствовать. Угу. И им дали по башке. То есть, кто-то из серьезных людей позвонил в АНБ, сказал, ребят, сделайте так, чтобы им стало не до того. И АНБ просто задействовало одну из своих закладок. Обращаю внимание, что ничего критического не произошло. Вообще. Но шуму было... Ну да. Самолеты не летали, поезда не ходили, банкоматы не работали. Сказано, ребят, если еще раз кто-нибудь из вас хоть одно слово попытается сказать по поводу серьезных вопросов, будет хуже. Вопросы есть? Вопросов нет. До свидания. Вы должны знать свое место. Вы кто такие? Понятно. Вот. Дальше, соответственно, картина следующая. Значит, это глупая собака лает. Значит, дальше... Собака нормальная. Собаке можно. Ну, собаке можно. Ну, просто там жизнь какая-то проистекает в деревне-то. Вот. Там, знаешь, коровы ходят, лошади, козы. Собаки бегают. Вот. Ну, вот. Значит, и, соответственно, в этой ситуации стало все понятно, что, скорее всего, вот эта вот элита демократической партии, такая настоящая, да, то есть, собственно, те, кто есть глубинное государство, скорее всего, пост президента отдадут. Ну, потому что бессмысленно. Они попытаются сохранить за собой Сенат или Палату представителей, как положено. И, соответственно, приложат титанические усилия для того, чтобы, поскольку они понимают, что за эти два года будет черт знает что, в том числе резкое падение жизненного уровня людей, то они сейчас... Я извиняюсь, извиняюсь, только пришла новость, Байден только что объявил, что выходит из президентской гонки. Да? То, что... Байден объявил, да, сейчас я это напишу. Отлично. Сейчас мы это напишем. Извините-то, дорогие товарищи, у нас, как бы, как это называется, почти прямой эфир. У нас прямой эфир, да? Он написал, для меня было величайшей частью в жизни служить вашим президентом. И, хотя, намоевался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно в выполнении своих обязанностей президента. В течение оставшего срока заявил, возьмите однолетний Байден в обращении к американцам. Все, все. Островиста, бэйби! Это означает, Стив, что они там приняли решение? Да. Да? Вот, что они распределят, кто будет ху. И вот я могу тебе уверить, что теперь они начнут строить свой план. Но это будет план по возвращению во власть. А у Трампа теперь будет... И вот теперь, кстати, никто его не будет убивать. Все, эта тема закрыта. Альтернативы не будет, это тоже понятно, потому что они раскрутить человека не сумеют. А, и значит, Трамп с Венсом... А мы понимаем, что Венс это с очень большой вероятностью следующий президент. Да. Вот. Он больше про Трамп, чем сам Трамп за Трампа. Слушай, ну просто он такой вот, он махровый консерватор. Да, вот как, знаешь, вот Стив Беннон куда больше, да, трампист, чем Трамп. Мне это нравится. Да, да, да. Ну вот. Но при этом надо понимать, что, скажем, Стив Беннон, он на самом деле не правый консерватор, он левый консерватор. Ну то есть, давай смотри. Да, вот Стив Беннон, это как бы... Вот он мог бы быть как бы членом ЦК КПСС. То есть, понимаешь, он не коммунист в американском смысле этого слова. Да, я понимаю, я понимаю, что... В советском смысле этого слова, да. Ничего плохого в этом нету. Ничего плохого в этом нету, да. Совершенно верно, да. Причем, еще раз, не как бы административный чиновник Советского Союза, да, а именно как бы коммунист. Кстати, в СССР в 70-е, 80-е годы коммунистов уже не было. Вот. Их просто... Вот. Поэтому мы сейчас... Ну, мы не будем в эту идеологию. Значит, так вот. Значит, с этим все понятно. Значит, программа понятна. Значит, они сейчас начнут восстанавливать консервативное американское общество. А я тебе напомню, что консервативное американское общество жило, конечно, богаче, чем другие люди на Земле, но сильно более бедно, чем сейчас живут. Народ разбалованы. Народ разбалованы. Он еще не удовлетворен. И с ним была там смешная очень была дискуссия. Его там замордовали все. Его замордовал китаец, его замордовали зрители казахские. И, наконец, его измордовал государственный министр финансов Канады. Он уже умер, к сожалению. Который произнес речь, я привожу практически дословно. Он сказал, когда я был маленький, то родители часто не выполняли мои просьбы, я чего-то хочу. Объясняя, что мы должны жить по средствам. В последнее время у людей крыша съехала, и они как бы совершенно уже потеряли ориентиры. Но сейчас надо возвращаться обратно к заветам родителей. То есть, фактически ситуация будет такая. Будут люди, вот эти городские хипстеры, которые работают, не будут. Не будут. Ни при каких условиях. Их сделают, ну как бы это сказать, в конце концов, бессловесными работягами. Если ты хочешь получить баланду, ты должен копать. Да, у тебя нет ни самоката, ни, соответственно, карточки, потому что карточками... А лопаты с моторчиком будут или нет? Нет, лопаты будут без моторчика. Да. Вот. Ну и так далее. И будут люди, которые будут работать за не очень высокую зарплату, но они будут гордиться своим статусом настоящего гражданина Америки, который строит свою страну. Вот это вот нужно вернуть. Получится, не получится, ну тут уж как бы... Конечно, это зависит от состояния общества. Если хотя бы 50 миллионов человек найдут, которые согласятся гордиться своей страной, тем, что они работают, тогда все будет хорошо. Вот. Значит, вот еще, то есть, фактически вот на этой неделе произошли невероятно важные события. Третья вещь, которая произошла, и тоже принципиально важная, это пленум ЦК КПК. Дело в том, что команда Байдена, ну вот банкиры, они предлагали выращенные ими либеральные элиты китайские, финансово-экономические, предложили им сделку. Сделку такую же. Ребята, вы закрываете свои высокотехнологичные проекты, чтобы не конкурировать с Соединенными Штатами Америки. И вы вместо... Ну, а мы вам за это открываем все рынки ширпотреба. Вы получаете много денег, дальше вы своих детей, они и так учились в Гарварде, вы их... Как бы они переезжаются в США с вашими внуками. Ну, а какое вам дело до Китая? И линия Си, что Китай должен быть великой державой, и по этой причине будем, соответственно, создавать высокотехнологичное производство. То, что не сможем украсть в США, попытаемся сделать сами, там, вместе с Россией. Ну и, соответственно, мы будем великой державой. Обратим внимание, в начале пленума какая-то китайская диссидентка написала, что Си охватил инсульт. Это была подготовка. То есть, если бы по итогам пленума Си исчез, то вот объяснение, да, его на первый день хватил инсульт, и он как бы впал в кому, и чего его показывать. Но Си выиграл. Он прошел по тоненькой. Еле-еле. Чудом, можно сказать. Но прошел. И по этой причине, я считаю, что это абсолютно исторический пленум. Зная Си, я твердо совершенно убежден, что он будет сейчас чистить и чистить. Си это непонятен. Некоторые попадают из окон. Да, 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 да. Си это не Путин. Это у нас Путин гуманист. А Си абсолютно не гуманист. Тем более, что как бы все китайцы знают, что он монгол. Такой Чингисхан, да. Вот он сейчас всем покажет. Вот. И вот, значит, вот картинка. Значит, Это означает, что сейчас, во-первых, улучшатся отношения России и Китая. Потому что все теперь продают. Во-вторых, что Соединенные Штаты Америки Юго-Восточную Азию бесплатно не получат. И придется воевать не с Китаем, а в Юго-Восточной Азии. Да, вот с прокитайскими силами. Вот. Дальше, соответственно, мы понимаем уже, что начались. Но если от Хуситов долетело до Израиля, то что мешает из Сахары долететь до Гибралтара? Ну, уже как бы ничего не мешает. То есть, вся вот эта вот ситуация. Так и до Флориды может долететь из Сахары. Ну, да. Но кто сказал, что у Хуситов нет подводных лодок? Или они напихают этих в контейнер. И какой-нибудь контейнер, проплывая мимо Флориды, откроется. И оттуда вылетит рой. Все уже. Все. Шутки в сторону. Значит. Вот картинка. То есть, мир. Вот на этой неделе старый мир закончился. Обращаю внимание. Байден не в отставку ушел. Он сказал, выхожу из предвыборной кампании. Это означает, что его ребята, ну, будут, ну, скажем так, некие люди, которые за этой ситуацией контролируют, они будут его использовать для того, чтобы справиться с конкурентом. Он сейчас будет заниматься уже не внутренней политикой, а он будет заниматься тем, что будет правильных преемников двигать. Причем, еще раз повторю, это преемники не на ноябрьские выборы. Это преемники на ближайшие 30 лет. Ну, это люди, которым сейчас 40. Ну, условно говоря, как Венсу. 40 лет. То есть, он как бы будет в рабочей форме еще 35 лет. Вполне себе. Да. Вот. Ну, вот мне сейчас 62. Я понимаю, что лет 15 я еще буду в рабочем состоянии. Да, вот в таком. Бойком. Вот. То есть, интеллектуально я, может, еще там лет 10 протяну. Но вот. Чего ты смеешься? Я не понимаю. Я думаю больше. Ты моложе. Я пытаюсь. Я пытаюсь. Хорошо, дай, поехали у нас. А теперь давай. Рабокерин. Недавно госсекретаря США заявила о намерении к концу следующего года разместить ракеты в средней и меньшей дальности в Германии, что подтвердил секретарь НАТО. Что ты по этому поводу думаешь? Не могут ли россияне тайну вести на Кубу теперь имени Сэллу, как прошлый раз на Каибский кризис был? Стив, это другое. Это не то, что ты подумал. Это попытка определенных сил в окружении Байдена сделать необратимой свои отношения с Европой. Потому что они уже твердо убеждены, что Трамп из НАТО выйдет. А Трамп выйдет из НАТО не потому, что он не любит этих европейских лидеров, хотя его тошнит от Русулы фон дер Ляйна, от Шольца. Про англичан мы даже не говорим. А с совершенно другой причиной, потому что ему нужны ресурсы в Юго-Восточной Азии. Поэтому, ребят, ну не держите Трампа за дурака. Он не будет ради ваших идеологических хотелок совершать бессмысленные и глупые шаги. А теперь у него есть Вэнс, который, соответственно, будет очень тщательно следить, чтобы никто из этих самых не хулиганил. Обращаю твое внимание, Вэнс человек, который выиграл выборы в Сенат. То есть, иными словами, это человек, который умеет руководить большими аппаратами. Да. Поэтому это не просто так. Михаил Ильич, а что вы думаете о перспективе военных облигаций в России? Понимаешь, я пока не вижу особого смысла. То есть, если в России сейчас сменить руководство Центрального банка и Минфина, то можно навести порядок без всяких военных облигаций. И все будет хорошо. Никаких нет проблем. Окей. А недавно Владимир Путин снова заговорил о Сахалинском мосте, заявив о стратегической необходимости начать работу над проектом. Что ему мешать? Кто это может помешать ему? Нет, никто не может. Что это за проект? России нужны большие стройки. Все прекрасно понимают, что мост на Сахалин – это на самом деле первая часть моста на Хоккайдо. То есть, в Японию. Я был недавно в Японии, и могу тебе сказать, что внутренних ресурсов на то, чтобы вылезти у Японии, сейчас нет. Вообще нет. Но там 120 миллионов человек, работящих и толковых. А если, соответственно, использовать рисунки, ресурсы рынков Евразийского союза, вот тебе и возможность для Японии. Вот и все. Год назад Владимир Путин заявил о необходимости провести «Игры дружбы» в сентябре 2024 года. Последние две недели стало известно, что игры переносатся в следующий год. Журналисты говорят, что деньги украдены. Что это масштабная коррупция? И почему так спокойно об этом говорят? Нет, я думаю, что дело не в этом. А дело в том, у тебя там по забору кто там? Белка скачет? Не знаю, что это скачет. Живых много. Вот, я думаю, что дело тут в том, что с политической напряженностью общая, ну вот у тебя там Байден, да, Олимпиада в этом самом, в Париже на грани срыва. То есть то, что там происходит, это ни в сказке сказать, ни в слух произнести. Там же, ну там же, черти что, да, там террористы, еще чего-то, еще чего-то. Вот, война на Ближнем Востоке и т.д. и т.п. То есть, в общем, сделать это более-менее спокойно, мне кажется, что сегодня невозможно. По этой причине, я думаю, что они решили перенести на год, чтобы успокоиться. А летом 24-го года США, а сейчас 24-го страны НАТО и Японии так и не разработали гиперзвуковое вооружение. При этом, кроме России, гиперзвук таинственно появился у Китая, Ирана, Северной Кореи, Алжира. Как ты считаешь, как Россия смогла обогнать США? Почему западные шпионы или местные либералы не украли технологии? А проблема не в технологиях, Стив. В технологии известны. Что делать известно? У тебя просто вся проблема в том, что у тебя в Соединенных Штатах... У тебя вон эта самая фабрика в Аризоне по строительству микрочипов. Ее достигла... Да, она уже три года строится. Это что говорили? А? Это что говорили? Все эти продукты известны. Все, что делают... Инженеры китайские есть. Ну, правда, мы уже с тобой зашутили, да, что инженеры не могут работать, как китайские инженеры. Не в том смысле, что они хуже, а в том, что они требуют нормированного рабочего дня, отчего, страховок, ну и так далее и тому подобное. Вот. Так вот, значит, весь фокус в том, что у тебя система так устроена, что она все деньги направляет туда, где максимальная прибыль. Максимальная прибыль в финансовом секторе. Все туда и бегет. Угу. В последней неделе появилась новость, что Турция хочет увеличить свой войский контингент в Самарии с двух до десяти тысяч. С двух до десяти тысяч. Западные обозреватели пишут, что США подталкивают Турцию к участию в военной операции против Кусинов. Что об этом ты думаешь? Радоган, можно на это пойти или нет? Слушай, этот вопрос очень сложный. Потому что хуситы поддерживают Хамас, а Хамас это братья-мусульмане. А Эрдоган бил себе пяткой в грудь много лет, что он брат мусульманин. Угу. Понимаешь? Поэтому мне непонятно, как он это собирается делать. Вот. Кроме того, у него с деньгами проблемы. С другой стороны, у него имеется какое-то количество бандюганов, прокси, которые сейчас там где-то в Нахичеване сидят, которых куда-то нужно девать. На Кавказе их уже использовать нельзя. Все, уже он понял, что туда лезть не надо. Потому что Иран против, а англичане врут, что дадут крышу. Значит, нужно их куда-то девать. Поэтому я не исключаю, что он этих бандюганов переправит куда-нибудь в Сомали, чтобы их там перестреляли. Ну, например. Я не знаю. Потому что я-то думал, что он пойдет воевать. Значит, или их перестреляли, или они перестреляют. Это хорошо, это хорошо. Окей. Михаил Ильич, как вы думаете, может ли ждать китайская агрессия против Тайвана осенью, в момент выбора в США? Вот сейчас вот начнется агрессия. Что может сделать? И какая роль Британия в этом? И что сможет делать Америка? Если туда Тайвань нападут. Я не верю. Знаешь, как это говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко? Не верю. По совершенно банальной причине. Потому что это... А как бы это сказать? Ну, в общем, китайская армия воевать не может. Она воевать не может. Потому что не умеет. Знаешь, когда тысячу лет армия ничего не выигрывала, то это специфическое ощущение. У нее мощь великая, да? А вот драться они... Даже маленькая Япония, по-моему, держала Китаю очень серьезно. Ну, слушай, маленькая Япония. Вот знаешь, вот в Японии по части подраться, это тебе... Я рассказывал уже эту историю. Когда начинайся уже была 23 февраля 22 года в Японии. И когда, значит, хохлы вышли на демонстрацию, что типа вот агрессия России... Вы имеете в виду украинцы? Знаешь, вот я тебе хочу сказать, Стив, сейчас уже там, на территории Украины, начинает происходить разделение, да? И некоторые, как бы, говорят, вот мы украинцы, а некоторые говорят, мы хохлы. Да, вот так что там уже начинается. Так вот, значит, когда там они какую-то устроили демонстрацию, то Асе звонили, значит, японские друзья, причем такие, знаешь, художники, программисты, говорят, Ася, мы тут ребят собрали, пойдем, может, мы их побьем? Ну, понимаешь, японцы, на самом деле, подраться очень не дураки. Другое дело, что они, как бы, по сравнению с нами, так сказать, не такие, так сказать, плотные, да? Но тем не менее. И вообще, и вот мужество им не занимать. Поэтому они, в этом смысле, ребят, серьезные. Окей, ряд российских телеган-каналов, а, например, один образ будущего пишет о том, что Россия собирается создать военную морскую базу в Северной Корее в рамках договоренности с Кимом. Как вы думаете об этой информации? Россия не боится, что ее больше использует отношения с Японией? А у Кима что? Плохие отношения с Японией? Нет, а у России могут плохие отношения с Японией быть, если они пострадали. Слушай, вот, понимаешь, вот это все бантики, да? Ким абсолютно договороспособен. Как только ты ему объяснишь, какую ты ему предлагаешь сделку, он тут же, согласен, к нему приехал, вот, Трамп не испугался. И потом сказал, с ним можно разговаривать, а то мы не знали. Можно. С ним можно разговаривать. И поэтому я тебе могу уверить, что когда понадобится, японцы с ним отлично договорятся. Ну, про Россию мы даже не говорим. Видишь, это в этом весь фокус. Вот почему нельзя договариваться с англичанами или там украинцами? Потому что они не соблюдают свое слово. Ну да. А эти соблюдают, и поэтому нет проблем. Давайте посмотрим рекламу. У нас реклама, половина всегда. И после рекламы мы будем дальше отвечать на вопросы и задавать их. Частное детективное агентство в США. Русскоязычные детективы. Агентство расположено в Майами, в штате Флорида. Наши услуги. Скрытые наблюдения. Поиск пропавших людей. Проверка биографии. Проверка персонала. Розыск должников и их активов. Проверка кредитной истории. Проверка бизнеса. Проверка недвижимости. Расследование киберпреступлений. Расследование преступлений с криптовалютами. Также наше агентство оказывают услуги нотариуса и помощь при регистрации бизнеса. А сейчас Украина стала перекрывать поступление нефти в Венгрии и Словакию по трубопроводу, который идет из России. Некоторые эксперты опасаются, что целью является поднять инфляцию, чтобы поднять протесты. Что ты по этому поводу думаешь? Это ответ Великобритании или демократов на действия Орбана? Это ответ Брюсселя в первую очередь. Которые страшны. Ну и Британии тоже. Которые страшно недовольны деятельностью Орбана и Фитца. Ну, а тем более Фитца с Трампом, они у нас же клуб недоподстреленных. Вот. А вот серьезный вопрос. Так он, наверное, серьезный. Дональд Трамп постоянно говорит о необходимости проведения переговоров с Россией по поводу Украины. И адресистских политиков и журналистов говорят, что в случае попыток Трампа вести переговоры по Украине, британцы, мать их, не извиняюсь, могут попытаться подавать плотины к Киевской ГЭС, чтобы создать гуманитарную катастрофу и обвинить в этом Россию. Что ты об этом думаешь? Действительно ли британцы могут пойти на такое ради продолжения войны? Что им помешает? Они что, когда-то их это останавливало? Стив, я тебе напоминаю, чтобы было понятно, британцы всегда говорили, что они поддерживают поляков. И во время Второй мировой войны был такой генерал Сикорский, руководитель польского правительства возгнаний, который жил в Лондоне. Так вот, когда Черчиллю понадобилось договориться со Сталином, он этого Сикорского утопил в Средиземном море, абсолютно не задумываясь. Это все! Хо! Да. Большая политика. Это не большая политика. Это масштаб, уровень людей. Да, вот в Лондоне не считают чужих чем-то принципиально важным. Нужно одного убьют, нужно сто убьют, нужно сто тысяч убьют. Я совершенно не задумываюсь. Сейчас Дональд Трамп имеет высокие шансы снова стать президентом США. Как ты думаешь, могут ли британцы и агентуры демократов в таком случае попытаться огрызывать с серией конфликтов, например, обострение в Ливане, раскачать в Мексику или Филиппины, вызвать конфликт в Венесуэре, чтобы подгадить и ослабить внешнюю политику Трампа? Не, ну будут, конечно, только это будут делать не демократы, это будет делать Лондон. Пойми, демократы сейчас пойдут на сговор. Вот то, что Байден остался, это означает, что он пойдет на сговор с Трампом. Я думаю, там будут личные моменты типа, Хантер, не сажай, вот этого не делай, вот этого не делай. Вот это расследовать не надо. Если надо, мы поделимся. Мы тут украли 3 миллиарда, один теперь. Вот. Значит, знаешь этот анекдот, да, как в таможне приходит большой корабль, порт поднимается в таможне, заходит к капитану, смотрит на него и говорит, оружие есть, капитан нажимает на кнопочку, входит такой матрос, у него, значит, пулемет в руках, несколько ящиков гранат, ленты, ну, короче, такой, весь фейф все-таки кидает на большой стол. Таможня ошалела, говорит, золото бриллианта. Капитан открывает сейф, значит, достает оттуда мешочки с бриллиантами, несколько слитков золота, тоже кладет на стол. Наркотики. Он снова нажимает на кнопку, входит другой матрос, значит, с таким большим чемоданом, открывает чемодан, там эти белые пакетики с кокаином. Обалделы совершенно, таможенники говорят, это что, все ваше? Да нет, говорит капитан, это ваше. А так в трюме. Кстати, ладно, пойдем. Вот так оттуда. Смотри, ну ладно, шутки шутками. Я думал, что Байден договорится, я такой человек, Байден договорится. Вот все, вот мне это очевидно. Мне это стало очевидно, когда он два раза позвонил Трампу в день. Хорошо, ну ладно, он договорился. А что будет с Клинтонами, Пелосимами, всей этой швалью и остальными? Можно задать вопрос, а кому это интересно? Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Приходит у демократов новое поколение. Что ребятам, которым 40 до Клинта? Они тут собираются рулить 30-35 лет, а эти старики, которые просрали все, что можно было просрать? Они просрали. Они просрали. Не, они в 90-е годы были на коне, а сейчас-то они все просрали. Ну и все. Ребята, как там сказал Трамп Хиллари, я тебя посажу. Ну вот, посадят. Я тебе могу уверить, Байден в процессе договоренностей с Трампом не будет Хиллари защищать. Сольет всю эту команду. Вот эту команду он сольет полностью. Все. Понимаешь, это известное дело. Победителей не судят, а на проигравших вешают все. Я еще не удивлюсь, если выяснится, что вся коррупция в Киеве это дело рук Хиллари и, соответственно, ей на вам. Ну да, ты знаешь, у нас когда была Демитрия Синина Гаити, и даже Байзану настраивать Гаити, причем гаитяне ненавидят Клинта. Слово Клинтону, гаитян, это как это. Так вот этот фонд строительства Гаити был Клинтовский, разворовали все деньги, ничего не построили на Гаити вообще. Денег бахнул гаитяне, что они... У нас в случае был в городе Бердичеве. Да? Ну, что это? Смотри, ладно. Мы уже скоро заканчиваем, поэтому я хочу сказать о Трампе. Ну, про Трамп были президентом, это уже понятно. Уже разговаривали. Венс об этом сказал, что Украина приехала, больше помощи Украине не будет. Венс подтвердил. Ладно, Венс. Ладно, Венс. У тебя Зеленский вчера сказал, что надо договариваться и, соответственно, Украине придется пожертвовать территориями. Это Зеленский сказал. А он не боится, что пожертвует им, чем пожертвовать? Вот уволь. Да, ты же понимаешь, он же не сам говорит, да, ему позвонили и сказали. Откуда ему позвонили, из Вашингтона или из Лондона? Я думаю, что из Вашингтона, потому что из Лондона так бы не стали говорить. Ну, значит, Зеленский понимает. А Джонсон-то, да? Борис-то наш, который тут высказал ряд концепций, он же сказал, что Украина должна стать барьером между Западом и Россией, туда-сюда. А тут вот выяснилось, что он, конечно, вроде бы был у Трампа, а может быть и не был. Может быть, это все иллюзия. Говорят, что он прочитал речь в пустом зале. Ну, уже как бы легенды о динозаврах пошли. А, кстати, ты знаешь, в последнюю эпоху, в которой сегодня выездок, этот мальчик, задрот, который говорит, что он тут приехал из деревни и постреляет на Трампа, имеет три обшелных аккаунта. А что вы говорите? Да. Зарисовался паразм на рекламе в корпорации BlackRock. И он точно знал, на какую крышу ему залазить, где не будет агентов, секрет-сервиса. И он точно все знал, все то, что было. Поэтому, так как демократы хотели вначале предоставить все, что какой-то сумасшедший, это все далеко не так. Сумасшедший не может иметь три обшелных аккаунта. Это очевидно. Тут даже разговаривать нечем. Все как бы ясно даже езжу. Вот. Видишь, как много произошло событий, да, за последнюю неделю. Прямо удивительно совершенно. Кстати, я хочу, чтобы тебе подписываться на наш канал, где Михаил Ильич ведет на английском языке. Канал у нас очень плохо идет, да? Ну, на самом деле, он плохо идет по очень простой... Он идет плохо. А по сравнению, я тебе хочу сказать, что сегодня утром мы разместили на YouTube-канале комментарий к текущим событиям сегодняшнего утра уже 250 тысяч просмотров. Уже. А еще суток не прошло. И это означает, что наш канал, он смотрится. Посмотрим. Я думаю, что не нужно спешить с этими английскими штуками. Может быть, надо подписаться, когда пойдет монетизация YouTube-канала, надо из этой монетизации оплачивать перевод именно вот этих моих роликов. Ну, как это было, путешественник не торопись, порвешь ботинки. Да. Да-да-да. И все будет хорошо. Вот. Потому что все, конечно, в этом... Да, я, кстати, хотел сказать, что обзоры фонда Хазина с 1 августа вырастут в цене. Потому что 6 лет они были по старой цене. Вот, значит, пришла пара. Обзоры. Закрытый канал остается в прежней цене. Обзоры вырастут. Поэтому, кто хочет, подписывайтесь. Ну, как бы лучше на год естественно. Такая вот история. Гарри, смотрите, вот все-таки я хочу про Зеленского спросить. Я извиняюсь, а потому что я когда-то знал, ну, лично знал, не так, может, близко, но общался покойного Березовского. Я с ним познакомился и с Майами. И вот, ты помнишь, как он закончил? Вроде бы, в Россию, он уже ехал в Россию, он написал письмо Путину, там все было нормально. Вдруг он как-то поскользнулся и упал в собственные ванны при закрытых дверях. Нет, он не просто поскользнулся. Он поскользнулся и упал в петельку из своего шарфа и случайно... Я так понимаю, что эта работа была британцем, потому что он многое знал, много мог рассказать. Вот, что, как вот, твое мнение, что Зеленского ждет вообще в этой жизни? Хороший вопрос. Я думаю, что он по рассеянности перестанет дышать. Американцы не вывезут его сюда, чтобы он здесь был шутом. Веришь, Трамп бы очень хотел его вывезти, чтобы он был свидетелем, но уж слишком много желающих, чтобы он свидетелем не был. Вот. Кроме того, это не нужно совершенно англичанам. А поскольку его охраняют именно англичане, ну, ты сам понимаешь. То есть, я считаю, что тут шансов практически нет. Понятно. Ну, что могу сказать, большое спасибо, что пришел сегодня по моему эфиру. Пожалуйста, подписывайтесь на все эти закрытые телеграм-каналы, открытые телеграм-каналы на обзоры обязательно. Подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм-канал. Еще раз спасибо всем, что поддерживаете нас. Вот. Ну, вот такие дела. А тут в среду, кстати, у нас в среду будет в Северной, не в Северной, по-моему, в Вижне, по-моему, в Вижне, по-моему, будет Трамп, а я хотел поехать туда съездить. Ну, что-то, блин, очень дороговато поехать. Что-то придумать и остаться. Да ладно. Не могу себе это позволить. Дело сделал, да? Я думаю, что вот наши передачи оказали большую поддержку Трампа, чем многие его спорят. Я, если уже Вашингтон смотался до сих пор. Да. До сих пор вопросами задают периодически. Но сейчас эта тема закроется. Ну, я надеюсь, да, надеюсь, тема закроется, да. Всем большое спасибо, до свидания, до встречи в прямом эфире со всеми Вами и спасибо, Михаил Ильич, что Вы пришли, что Вы потратили на свое время. Большое спасибо. Все, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok